Сегодня на повестке дня один из важных вопросов – это наш доклад, обзор, национальный обзор по рекомендациям и выполнению Пекинской платформы действий. Как вы знаете, в этом году, на следующий год, 2020 год, станет годом 25-летия реализации Пекинской платформы действий. И Казахстан готовит национальный доклад, где будут представлены итоги достижений, прежде всего, по расширению прав и возможностей женщин, девочек в стране по реализации гендерной политики. И здесь следует отметить, что в течение пяти лет предоставляются такие национальные доклады. Но то, что касается лидерства, по нашим показателям гендерного равенства, хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что мы сейчас по показаниям Всемирного экономического форума занимаем 60-е место из 149 стран, все-таки мы считаем, что за последние годы мы значительно продвинулись в вопросах продвижения женщин на политическом уровне, в экономическом. Здесь рассматриваются также вопросы противодействия и профилактики бытового насилия. И надо отметить, что, если мы говорим по политическому продвижению женщин, то могу несколько цифр перевести. Это, прежде всего, представленность женщин на уровне принятия решений, а именно участие женщин и представленность их среди депутатского корпуса. В парламенте сейчас у нас представлено 34 женщины, это составляет 22%. Если мы говорим о представленности женщин по партийным спискам в Можилисе, то у нас сейчас 27,1%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!